Ребята, всем привет! С вами, как обычно, Аверлорд и Бармен Артур. И сегодня мы снимаем обзор на такой табак, как Аравак. Хер тебе в рыло, сраный урод! Табак родом из Доминиканской Республики. Убедиться в этом вы можете по наличию штрих-кодов сбоку банки. Отсканировал этот штрих-код с камером, у нас не вышло убедиться в том, что это действительно производитель Доминиканской Республики, поэтому мы проверили этот штрих-код онлайн. И оказалось, что это действительно Доминиканская Республика, и так и есть. Ну кто бы сомневался! Значит, информацию, которую прислал нам официальный представитель компании Аравак в Инстаграме по этому табаку, мы сейчас вам зачитаем тезисно о том, как о своей продукции отзывается сам производитель. Вообще похуё! Значит, это качественный табак для кальяна. Доминиканская компания Аравак, она делает табак для сигар с 2003 года, с 2016 года она делает табачные смеси для кальяна. Значит, официальным представителем компании Аравак в Украине является одноимённая компания Аравак Табак. Дальше. Кальяна и смеси Аравак изготавливаются из лучших сортов табака. Чего бля? А именно, это лист Вирджиния, да? Вот. И ароматизируются натуральными добавками для создания богатого и непредвидённого вкуса. От себя мы добавим, как уже уточняли, что используются немецкие ароматизаторы. Вот. Значит, табачный лист имеет среднюю нарезку. Благодаря невысокой крепости и насыщенному вкусу, очень высокой дымности, он отлично подойдёт большинству любителей кальяна. Сегодня мы протестировали всю линейку. Пожалуйста. В наличии всего у данного табака 17 вкусов. Это свежие, сладкие и кислые вкусы. Всего 16 моновкусов и один микс. Микс это аромат с мятой. Поговорим о дизайне банки. Сбоку находится наклеечка, выполненная в стиле Майя. Находится состав. То, что туда входит. Табак, лист Вирджиния, натуральный ароматизатор, сироп, глицерин и фасовка. Это 100 грамм. Также находится описание продукта, откуда он. Сверху находится логотип и наименование вкусов. Логотип называется Аравак. Что такое Аравак, нам стало интересно. Что это за слово такое? Что это за таинственное такое название? Оказалось, что Аравак это племя индейцев. Не, ну ты индейец, я балдю, бам-бам. И из этого стало понятно, почему же стилистика такая вот в индейском стиле, как сказал оверлорд в стиле Майя. Но это похоже. Тогда все логически стало на свои места. Табак пасуется в 25 граммовых упаковочках, 100 граммовых банках и 500 граммовых зип-пакетах. Розничная цена. Вот такой вот 100 граммовой банки табака 200 гривен. Более подробно о деятельности и о прайс-листе цены и фасовке вы можете спросить на Instagram страничке Аравак. Значит, давайте теперь посмотрим, что же внутри этой баночки. Значит, откручиваем. Здесь у нас мембрана защитная из фольги, которая, по идее, должна защищать от проникновения посторонних запахов внутри упаковки. Она легко срывается, ее можно оторвать вот так. И внутри самой банки находится вот такой вот полиэтиленовый пакет, который герметично упакован. В нем отсутствует отрывной шов. Ну, в принципе, это не особо критично. Вот. Фасовка в данном случае, как мы уже говорили, 100 грамм. Подробнее о самом табаке. Пожалуйста, Стас. Табак черного цвета, лист в риджине, как мы это уже говорили, он мелко шинкованный, и в нем нету мусора. Что очень хорошо для данного табака. Вы его взяли, пересыпали в лоток, и дальше вы можете спокойно брать и забивать. В принципе, если компания специализировалась изначально на производстве сигар, то табак для кальянов тоже должен быть на высоком уровне, потому что в производстве сигар не используется дерьмо. Ребята, а теперь мы приступим к забивкам и поменяем нашу обстановку. ДИДЖЕЙ ДИМА ХАОС ДОНИЙ ПЛАСС Вот и про релиз наши три кальяна. Прогревали мы на 3-25 углях. На убелашке на первой у нас забита черника, на второй забито яблоко, и на фаналке у нас забитый кактус. Ну что же, сейчас мы сделаем еще потяжечки и будем вам рассказывать, что оно по вкусу и какой оно по крепости. Давай, Артур, что ты думаешь о кактусе? Кактус по крепости средний, вот прям не выше среднего, а именно средний. Так, наверное, где-то 4-5, может из-за фанеля обратно же. Вот, значит, вкус достаточно неплохой, сладкий привкус, ну, в общем, как кактус, это, наверное, самый лучший кактус, который можно было сделать. Поэтому хороший кактус. А черники очень мягкая черника, хорошо курица, очень сладкая, можно так, как будто с куста только взорвали. Очень вкусно, насыщенно, ярко, средний по крепости, дымный на самом деле. Попробуем яблоко, и будем быстренько приступать к следующим, потому что у нас 17 чашек сегодня, так что мы сегодня будем скуриваться. Яблоко без привкуса аниса, средний по крепости, все так же, Артур, на, попробуй. Это зеленое, хорошее, мармеладное яблоко, я могу об этом так сказать. Комфортно курится, и на убивашке просто топ. На трех углях хорошо держит жаростойкость, хорошее по температурному режиму сам продукт. Что ты скажешь? Яблоко имеет выраженный яблочный вкус, но немножечко, как по мне, химозный. То есть, вот отдает, да, нет привкуса аниса, которая паразитная практически во всех яблоках, в двойных, в простых. Давай сразу, смотри, к топу отнесем чернику, сразу. Я не пробовал чернику просто. Да, попробуй чернику. Ну, я к топу отношу чернику, и к нормальным отношу и яблоко, и кактус. Можно в миксы использовать, и будет очень-очень-очень вкусно. Да, черника очень вкусная. Хорошая черника, прям свежая. Табак, по всей видимости, жаролюбивый и жаростойкий. Типература и жаролюбивый. Жаролюбивый, потому что приятнее курить на убивашках. Поэтому намного вкуснее. Ну что же, приступим сразу к следующим трем чашкам. Не приключайтесь. Вот и парили следующие три кальяна. У нас забита груша, арбуз и дыня. Давайте сразу, Артур пока покурит, расскажу о дешевле. Хорошо слышно грушу, напоминает мне чем-то напиток. По крепости также ближе к среднему. Хорошо на 3,25 углях курица. Хорошая жаропередача, хорошо держит температурный режим. Можете мне подправить? Ну, по поводу дюшеса я попробовал уже. Хочу сказать, что больше отдает не самой конфеткой дюшеса, а дюшесовой эссенцией. Помните, может пробовали-ка выпечка с ароматом дюшеса. Очень хороший такой, отчетливый груша. Именно дюшеса как напитка, да, привкус, но не как конфета. Ты рассказывай давай о дыне. Значит, дыня немножечко отличается от классического представления дыни, потому что аромат, аромка, которая используется, она больше отдает переспевшей дыне. Как ты стал заметен, это похоже на дынное мороженое, вот серьезно. Да. Либо же вот на, ну, допустим, на ликер дынный, возможно, коктейль, мэл-арбун. Ну, вообще, вот, прикольно. По поводу арбуза, хорошо слышно, нотки арбуза переспешивая, без вкуса кожуры, как у некоторых производителей, когда ты куришь, напоминает, что ты куришь кожуру арбуза. Хорошо, ярко выраженный арбуз, его можно хорошо добавлять в миксы. Что теперь ты из этих трех вкусов отнесешь в топ, а что на использование, а что в фубе? В топ дюшес, потом арбуз, потом крылья. Первое, второе, третье место. Ну, то есть, эти нормальные, это в топе, да? Да, дюшес хороший. Хорошо. И обратно же, то, что курица на убивашку, курица более яркая. То есть, вкус, он более яркий, более насыщенный, поскольку товар все-таки. Приступим к следующим трем чашкам и так же продолжим. Итак, ребята, следующие три чашки, это у нас лимон, апельсин и грибфрут. Будем по кислым, короче, судить, рассказывая о грибфруте. Ну, начнем с того, что все три вкуса мы уже попробовали, все три вкуса, они топовые. Грибфрут на вершине. Это просто самый классный грибфрут, который можно было придумать, потому что он не терпкий, он немножечко травянистый и вот максимально грибфрутовый. Вот как будто бы вот самое лучшее из цедры грибфрута, самое лучшее из мякоти грибфрута и самое лучшее даже из этих белых горьких штучек в грибфруте без перегородок. В общем, грибфрут однозначно топ, даже несмотря на то, что на фанеле. Артур сказал, что грибфрут однозначно топ по моим меркам. Апельсин пятерка, лимон четыре с тусовым, а грибфрут четыре. Объясню, почему. Сейчас по поводу лимона. Лимон отдает конфеты, такой кисло-сладким оттенком. Очень вкусно, его хорошо будет добавлять в чайные миксы, потому что это идеальный микс реально. Сейчас, Артур... Тогда я попробую апельсинку. Да, и слава вам. Это максимально апельсиновый вкус, максимально приближенный вкус к реальному апельсину. Вот как вроде вы берете и откусываете апельсин вместе с цедрой. В этом есть, конечно, свои плюсы, потому что это максимальная вкусопередача. Вот, ну, вот как-то он как печеный. Но мне нравится, тоже классный. Давай попробую апельсин, ты давай попробуешь лимон. Лимон, я повторю. Нравится вороваке то, что он комфортно курицу и на трех углях очень хорошо держит. Повторюсь это еще раз, дальше мы это не будем упоминать, потому что и так уже все понятно. По лимону. Лимон просто классный. Он просто охуеет. Значит, это реально, это как лимонная конфета, немножечко травянистый, немножечко отдает собственно лимонам. Вот вроде вы его берете, пахнет, пахнет. Как вроде, вот вы его едите. Это очень классный лимон. То есть, вот лимонный. Вот очень хороший лимон. И, как сказал Стас, его можно добавлять в миксы, я бы курил его соло. То есть, реально, в моновкус, кому нравятся кислые цитрусовые вкусы, это будет максимальный топ. Ну что, продолжаем дальше наши по курочке. У нас еще осталось 8 вкусов. Поехали. Ну что же, ребятки, следующие три чашки, это у нас ананас, лайм и энергетик. Я вам сейчас расскажу о ананасе, пускай Артур еще подкурится энергетиком. Так. Мне нравится вороваки, хорошо ярко выраженная аромка. Прямо четко слышно ананас. Который раскрывается больше все-таки на чашках, на убивашке больше. Да. На прямоточных чашках. Да, надо хороший температурный режим дать, и он раскрывает полностью всю вкусопередачу. Ну, ананас хорошо, вот еще раз учусь, что ананас кисло-сладкий, согласен? Это не пиноколадо, пиноколадо больше с молочной темой. Нет, ананас это чисто, это хороший моновкус, как мы уже упоминали. Моновкусы исполнены просто отлично. Ананас мы уже попробовали, конечно же, и здесь промежутки между видео. Вот, и ананас топовый. Просто это самый мега-ананас. Касательно энергетика, что я могу сказать? Энергетика. Энергетика. Касательно энергетика. Значит, это не классический дракон, потому что здесь менее выражен принцип артурисы. Если вы пробовали, может, Black Energy, кто с Украины, то в нем как раз вот этот вот вкус, который курится, вот он представлен в большей степени, скажем так. Лайм раскрылся. Поначалу, когда мы лайм раскуривали, он был горько, травянистого, и он мне чем-то наполнил бергамот. Но сейчас, когда он раскрылся, спустя еще 3-4 минуты, пока мы рассказывали об этих чашках, реально хорошо слышно зеленый лайм. Вот сейчас я еще оттяжку терплю. Давай попробую, да. Касательно энергетика. Если вы уберете из Редбула привкус барбарита, это будет вот это. Пожалуйста. Лайм. Лайм. Вот попробую. Попытка номер 3. Лайм химозный. Сразу, как только попробовал я его лично, то это не лайм. То есть по вкусу это не лайм. Да, действительно, присутствует в большей степени привкус бергамота. То есть чая Earl Grey. Или бергамота, ну, как табака. Вот. Касательно вкусопередачи, но он химозный. И добавлять его лучше в миксы. В соло лучше не курить. Рассказывай, что к топу, что нет. К топу ананас. Это серединка. Это серединка, а лайм фубе. Лайм фубе. Лайм фубе, да. Давайте к следующим трех чашкам. Будем еще подводить итоги. Следующие три чашки. Арбуз, дыня, персик, малина. Я начну с персика. Ребят, наверное, персик надо будет доработать. Потому что прям вода, вкус холодка. И этого не указано, что там есть холодок. Хотя сразу первое, что слышно, это как раз холодок. Вроде персик со льдом называется. Ну, персик раскрылся. Поначалу отдавало прям химозностью. Мало у кого из производителей есть хороший персик. Поэтому я могу сказать сразу, что он отнесется к фубе. И персик из всех вкусов надо будет доработать. Малина. Я попробую сейчас еще, конечно. Ну, давай. Но мне кажется, вряд ли он. Рассказываем о малине. По поводу малины. Малина не слишком ярко выражен вкус малины по сравнению с другими. По сравнению с другими вкусами в линейке табака Аравак. Она-то ярко, она отдает ягодкой. Она отдает ягодкой. Но не насыщенно. Да, это не насыщенно, это не ярко. То есть, он такой смазанный вкус, просто ягодка. Конкретно такое вот... Что поддавала малина? Да, конкретно шпакета малина. Нет, малина не отдают. А ты давай о персике еще чуть-чуть расскажи. Ну да, и персик как раз присутствует. Вот этот вкус, знаете, когда счищаете шкурочку персика, и она немножечко горчит, да? Вот этот вот горечь. Вот этот вот именно, это вкус шкурочки, шкурки персика. Вот. И с холодком. Да, какой-то неоднозначный вкус. По поводу арбуза с макой. Хорошо слышно холодок, подчеркивающим сладостью арбуза. Не кожурой отдает, говорю сразу, а отдает именно фрукты. Напоминаю, хорошо, хорошую такую жвачку, которая отдает холодком, а потом отдает сладостью арбуза. Ну я попробую сейчас еще арбуз с холодком. По предварительному пакуру он был топ среди этих трех. Персик где-то мылом что-то будет. Ну потом это химоза, да, вот он немножко мыльный. Ребятка, у нас остается две чашки, это холодок и мята, мы будем подводить итоги. Сейчас Артур вам расскажет еще чуть-чуть о арбузе с мятой. Арбуз с мятой, очень хороший. Ребятка выражена, сладкий, с холодком. Это пахнет именно арбузом, действительно, не шкоркой, а именно самой мякотью арбуза. Среди всех этих трех вкусов он в топе однозначно, поэтому... Мы его как, относим в топ или к нормальному? Мне кажется, да, его нужно отнести в топ. Мы его относим в топ, а пирсик мы относим к фубе, а малина мы отнесем к нормальному, да? Да, а малина... Все, давайте к последним чашкам и сделаем выводы. Поехали. Нам с тобой дым теперь надо. Дым надо, да? Да. Понятно. Ну, сделай за нас двоих. Ты же у нас профессионал. Давай. У нас создалось две чашки, это мятая холодок. Сейчас Артур вам расскажет о холодке. Попробуй этого сначала. Это не холодок, это ментол. А ты попробуй. Ты еще не пробовал. Он не пробовал просто, он боится. Если кто смотрит нас постоянно, то среди видео можно найти рубрику «Угадайки», где мы курили супернову от Дарксайка. В принципе, эмоции там были достаточно яркие у участников. И сейчас они мне дали обратно покурить какой-то, блядь, холодок. Я попробую. Я попробую. Макс, оператор, посмотри на эту реакцию. А где нормальная затяжка? Тебе зрители не поймут, скажут, а где дым? А она? Ты покажи дым сначала. А она? А все уже. А все уже. Уже все. По поводу мяты. Мята хорошая. В миксы хорошо заходят. Мне какой-то дебил. Мама звонит. Давай расскажи мятю. Мята хорошая, правда. Моя любимая мята – это от Fusion. Это немножечко. Более крепкий, скажем. Немножечко более крепкая мята. Вот. Пойдет в миксы классно. Будет сочетаться совсем хорошо. Пепперминт. Именно хороший пепперминт. Касательно холодка. Производителю спасибо отдельное. За то, что мы уже видели, как Стас раскуривал. Вот. И мы получили массу позитивных эмоций, скажем так. Так вот, я, наверное, буду вынужден сказать пас по поводу раскуривания холодка. А мяту, мяту, пожалуйста. Я перебью по поводу холодка. Прям морозит. Его добавлять в миксы. Эти два вкуса остаются для миксов. Потому что мне тяжело, говорит. Я первую тяжку сделал, пацаны, поращайся. Он красный просто, как моя мастер. Ребята, это, наверное, хорошие вкусы. Вот. Идут они только в микс. Значит, холодок мы не будем относить ни к фубе, ни в топ. Мы просто поставим его рядом. Рядом. Потому что... Мята хорошая. Его хорошо относить в миксы. Холодок хорошо отнести в миксы. Его чуть-чуть добавляйте, он реально холодил. Вот представьте, как суперновый. Вы грамм-два ложите, и она прибавляет холодка. Главное, не переборщить. Один к пятнадцати. Потому что... Не круче. Прямо отглотаешь воздух, и тяжеловато. Но я первую тяжку сделал, и это, конечно, было весело. А суперновый был бронхоспазм, поэтому я не рискую повторять такое. Ребятки, выводы. Мы продолжим уже в домашней обстановке. По чай мы снова забьем два кальяна самых топовых. И мы вам расскажем о выводах. Не переключаемся. Пришло время подвести итоги. Все 17 вкусов, которые пришли к нам на пробу, мы условно расстелили на 3 группы. Это топовые вкусы, по нашему мнению, середнячок и то, что нам не понравилось, скажем так. Начнем с плохого. То есть то, что нам не понравилось. Это 4 вкуса. Это персик, яблоко, малина и лайм. Почему? В принципе, уже при самом покуре мы все это сказали, да, мы это обсудили. Основная загвоздка в том, что вкусы либо слишком химозные, либо не соответствуют заявленному вкусу. Значит, к среднему мы отнесли. Пожалуйста. Дыня, арбуз с мятой, арбуз, кактус и энергетик. Все эти вкусы вообще были яркие при покуре. Их можно использовать как в миксы, так и покурить муновкусом. Соли. И топовые. К топовым вкусам мы отнесли дюшес, ананас, лимон, апельсин, грейпфрут и чернику. Охуели, они охуели. Они просто, посмотрите на их рожи, блядь. Они все охуели. Они просто охуели. Я не знаю, сколько раз сказать надо слово охуели, чтобы вы поняли, что они охуели. И я... В первую очередь, потому что эти вкусы очень ярко сочные, скажем так. Они очень ярко выраженные. При самом покуре в основном видео, как бы, все мы комментировали, свое мнение высказывали. Поэтому, в принципе, это все, что мы должны искать по самим вкусам. Теперь, да, теперь говори, что... Табак, сам по себе, хороший из-за того, что из 17 вкусов у нас получилось больше хороших вкусов и очень мало плохих. Потому что, получается, плохих всего 4 из 17 вкусов. Только 4, которые, ну, вообще никуда не годятся. По нашему мнению, обратно же. Может, кому-то и понравится. Ну что же, давайте так плюсам и минусы. Да, теперь плюсы и минусы. Пожалуйста. Да, минусы. Минусы. Значит, в первую очередь, минусом, по нашему мнению, является то, что за 100 грамм табака 200 гривен платить, это достаточно дорого. То есть, первое, это ценовая политика. Что еще в минусах? Химозность. Химозность. Касательно того, что в плохих вкусах, по нашему мнению, вот эти вот химический привкус аромки слишком ярко выражен, он также присутствует и в других вкусах. Но он там более органичен, скажем так. Он более вписывается в общую аромокомпозицию. К плюсам, что ли. Смотри, еще к минусу можем отнести то, что касание делать нежелательно на данном табаке. И перегревать его тоже не стоит, потому что химозность аромки при перегревах появляется сразу. Перегревать не стоит, прогревать нужно. Да, около 5-7 минут, тогда вкусопередача будет уже прямо на максимальном. Плюсы. Плюсы. Это вкусовая линейка. 17 вкусов, да, на табака. Из них очень много хороших, которые можно использовать как в миксах, так и в моно покурить. Потом это дизайн. Дизайн баночки. Удобная баночка, в которой находится удобный пакет, в котором легко работать. То есть вы его открыли, спокойно засыпали в чашку табака и легко использовать его в работе. Что еще по плюсам? Ну, в принципе, то, что... Хороший вкусопередача. И температурный режим. Смело на 3,25 углях прогреваете, и он себя довольно комфортно при этом температурном режиме показывает. Как бы эти мановкусы можно также уже, да, не единожды было упомянуто нами. То, что можно использовать в миксах, и это будет хорошо. Поэтому, ребятки, с вами был Бармен Артур и Оверлорд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, колокольчик и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok